всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы провести эксперимент и сравнить различные эмуляции классического эквалайзера пул тег от различных фирм на примере вот такого вокала давайте послушаем я стрелок соли я стрелок соли этот вокал взят из проекта который я записывал на протяжении коучинга для новичков он доступен для тех кто подписан на пакет максимальный ну либо по отдельной ссылке у нас на сайте musical в этом видео хочу поговорить о вот этом эквалайзере пол тег у него есть очень большое количество на сегодняшний день различных уже скажем так интерпретации то есть как в аналоговом в аналоговых решениях очень много фирм переделывали эту схему так и в плагиновых естественно мы сегодня будем рассматривать именно виртуальной то есть плагиновая версия но подробнее посмотреть проект эквалайзер у меня также есть видео про его уникальность то есть уникальность работы этого к лазер и почему до сих пор им так любят пользоваться вообще такой лазер достаточно старый им пользоваться еще там в ранее эпоху раннего радиовещания и использовали именно его для обработки именно сигнала для радиовещания ну так что это ламповый старый эквалайзер которые там 50-х годах использовали и он обладает очень теплым и интересным звучанием при том что у него такие своеобразные настройки и сейчас мы с помощью них собственно и попробуем обработать а также сравнить разные версии этого эквалайзер в виде разных плагинов и также посмотрите обязательно видео в базе знаний по этому эквалайзеру по его особенностям ну что же давайте начнем у меня здесь на дорожке сразу загружены разные версии этого эквалайзера который у меня есть первое это встроенная в logic она с недавнего обновления появилась в лоджике то есть теперь есть он так называется vintage tube и q tube потому что ламповый этот ламповый эквалайзер и здесь у нас нас интересует конкретно это верхняя секция потому что такая классическая эту нижнюю сделали позднее для среднего частотного диапазона мы будем рассматривать только вот эту верхнюю часть давайте посмотрим какие еще есть есть такая интерпретация от nomad factory blue tubes есть такая интерпретация от waves есть также вот такая еще одна от nomad factory уж тоже уже в таком расширенном виде то здесь вот тоже есть это дополнительная секция как в лоджик овском лоджик овской версии и еще дополнительные здесь менюшки дальше есть версия от тирекс и есть версия от софтюб здесь называется тюбтек но по сути все то же самое как видите контроллеры везде одинаковые то есть если вы научитесь работать с одним то по сути вы сможете работать с любым из этих плагинов но нас интересует именно разница в звучании потому что как вы знаете все плагины которые основаны на работе каких-то аналоговых приборов у разных фирм у производителей как правило свои алгоритмы свои исходные собственно приборы с которых они делали скажем так то эти вот все замеры и слепки то есть то как они себя вели поэтому конечно же у каждой фирмы производителя плагинов чуть-чуть отличаются все вот эти эффекты даже если они сделаны по одному устройству поэтому давайте сравним мне все это было интересно я еще честно говоря не сравнил так что сделаю это сейчас в реальном времени вместе с вами давайте начнем и попробуем отстроить звук с помощью лоджиков ского встроенного вот и такого эквалайзера здесь я хочу чуть-чуть добавить верхов для этого вот есть эта секция я хочу добавить где-то в районе может быть 5 килогерц чуть-чуть приоткрыть звучание вокала я делаю пошире полосу bandwidth чтобы у нас был такой более широкий подъем более широкий диапазонный здесь можно собственно поднять ручкой boost этот высокий диапазон я стрелок сану я стрелок сану я стрелок сану я стрелок сану то есть достаточно мягкие эквалайзер несмотря на то что я поднял почти наполовину шкалы у нас звук не прям так как-то сильно изменился я стрелок сану я стрелок сану то есть появилась открытость но нет вот этой холодности нет какого-то такой резкости что очень хорошо я стрелок сану а также можно чуть-чуть срезать низкую середину об этой ручке я также подробнее рассказывал другом видео я стрелок сану я стрелок сану я стрелок ну думаю достаточно наша задача здесь не обработать вокал а именно добиться какого-то некого звучания и использовать все эти ручки сайте так здесь можно сделать high от end то есть это понижение наоборот с помощью такого высокого шельфа понижение высоких частот можно сделать наоборот такой более закрытый по верхам то есть если слишком много песка в записи то можно сделать его чуть меньше и в случае плагина от logic от производителей тут есть ручка drive который добавляет гармоники так как это эквалайзер который был сделан на ламповой схемотехники естественно он вносил гармонические искажения в сигнал и собственно здесь эти гармонические искажения выведены в отдельную ручку где можно их подмешать джаст релекса джаст релекса джаст релекса то есть появляется такой небольшой окрас в верхней середине чуть такой более насыщенный звук но он не всегда подходит не всегда нужен но для эксперимента мы сейчас не будем это использовать эту ручку потому что у других плагинов ее нет мы оставим только вот эти настройки и вот этот эквалайзер я уберу нижний чтобы он не работал то есть мы сделали чуть такой более открытый вокал менее гудящий и более такой высокочастотный давайте добавим другой эквалайзер и воспроизведем те же настройки ставлю на 5 килогерц так здесь настройки у нас те же bent вы только чуть побольше и здесь на 100 здесь сайт у нас есть дополнительная возможность еще поставить на 120 на 140 чего нету у оригинального полтека этот ложек вски ближе к оригинальному то есть там было только максимально 100 100 герц так мы здесь вроде вроде мы воссоздали настройки плюс минус те же самые давайте откроем сразу все остальные сделаем то же самое так здесь тоже есть следующий у нас опять номер factory я выключаю эту секцию так и здесь мы восстанавливаем те же настройки так отлично тирекс так почему-то мне не дает поменять некоторых плагинов такая очень странное управление что они почему-то не поддаются каком-то контроля интересно вот получилось так здесь мы поставим на 5 так ну с говорим пополам настроили так и у нас остался последний это тут так поставим те же настройки все готово так теперь давайте попробуем их сравнить будем я буду включать поочередно каждый из них и мы их все сравним давайте включим еще раз лоджиков ский я стрелок с ну разница конечно на лицо как говорится так следующий слушаем я стрелок сайл я стрелок сайл я стрелок сайл и последний и послушаем без ну что ж давайте сравним конечно тут были очень странные какие-то представители особенно вот этот валютюбс но это достаточно старый плагин возможно какие-то свои алгоритмы были джесс реликса то здесь такое повышение это достаточно сильное повышение здесь видимо подразумевается гораздо меньшее значение джесс реликса ну он собственно и отличается среди всех представленных других моделей здесь больше диапазон низких частот то есть он такой скажем более гибридный к этой версии то есть уже такая доработаны разработчиками под их вкус поэтому он такая не совсем наверно честно и вот ну собственно мне меньше всех понравилось конечно же давайте еще раз послушаем оригинальный лоджиков ский вариант послушаем вариант от waves достаточно близкий к лоджику но при этом он чуть более такой теплый более широко как-то звучащий то есть мне он нравится больше посмотрим вариант тот номер фактор еще один но это тоже уже поближе конечно классическим вариантом то есть в отличие от bluetooth версии тут конечно нет такого сильного завала высоких частот но все равно чуть такой более яркий чем остальные модели и и в 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 ну они очень похожи своих то есть по звучанию вот этот эта версия от номер факторы очень похожи на вэйвс давайте сравним с тирекс сейчас я сравниваю waves и тирекс вэйвс мне кажется более такой бархатно звучащий от тирекс получается такой немножко тонкий звук то есть возможно нужно либо делать больший boost либо меньше вот этот аттене айшн и давайте послушаем еще вариант от tube tech но это вес такая еще более такая высокочастотный то есть звук здесь чуть потоньше он не резкий но при этом такой чуть более верхастый становится такой воздушный ну и опять же он такой очень тонкий то есть такими настройками мне больше понравился вэйвс вариант то есть он при этом достаточно плотно жирно звучит от появился вверх которого не было сдавать еще раз сравним без вообще обработки то есть появился вверх открытый но при этом не ушел низ то есть он не исчез он остался и конечно же мне вот этот вариант с такими настройками во всяком случае он мне нравится больше какой мы можем сделать вывод то есть помимо того что как уже понятно все они звучат по-разному опять же то что я говорил самом начале все зависит от схема техники от алгоритмов от вкусов разработчиков и вообще много от каких факторов с практической точки зрения я должен сказать так что конечно же неважно каким из них вы будете пользоваться то есть мы сравнивали сейчас на одних и тех же настройках но когда вы работаете с эквалайзером тем более с таким то есть не классическим а таким достаточно интересным эквалайзером то тут нужно все крутить то есть не вне зависимости от того какая у вас есть версия только встроенная в ложек или что-то вы приобрели вот из этих вот пакетов например тирекс или waves неважно вам главное изучить именно звучание этого прибора его возможности и собственно слушать конечно результат то есть я думаю это так понятно то есть то что мы здесь сравниваем это мы не столько ищем кто лучше кто хуже а просто смотрим различные вариации как при одних и тех же настройках у нас по-разному звучат по сути одни и те же плагины просто в разных интерпретациях от разных разработчиков от разных людей и все это должно подводить такой общей мысли что в принципе неважно каким инструментом вы пользуетесь важно просто знать его какие-то характерные моменты и уметь подстраиваться под ситуацию то есть вот в данном случае я слышал что на каких-то плагинах с этими настройками мне где-то слишком было много верхов где то не хватало низов то есть по сути я мог эти настройки чуть подкорректировать и приблизиться к примерно тому же результату который я получил например вот на этом плагине то есть понятно что на каком-то вы просто быстрее получите нужный результат чем на другом плагине и для этого нужно конечно же изучать слушать и привыкать к конкретным плагинам то есть если у вас появился какой-то новый плагин вашем арсенале изучите его полностью в разных ситуациях это самый лучший самый лучший скажем так возможность самая лучшая возможность применять плагины и взять их свой арсенал то есть для вас плагины будет не просто какой-то непонятный прибор с набором каких-то встроенных пресетов которые авось подойдут авось не подойдут а вас будет уже конкретное понимание характера того или иного плагина и в конкретную ситуацию вы откроете тот или иной и будете им использоваться именно им чтобы там достичь какого-то определенного результата поэтому все там профессиональные звукорежиссеры уже с огромным стажем там работы многолетние смотреть на западных наших коллег у них как правило все эти плагины из сессии в сессию плюс-минус одни и те же то есть несмотря на то что них там большой есть доступ к разным плагином они пользуются плюс-минус одними теми же просто они уже к ним привыкли они уже знают их возможности и когда они слышат какой-то изъян в исходном треке знает что им нужно внести в звучание исходного трека они берут именно тот плагин то что в нем уже уверена не знает его звучание не знает его характер не знает его возможности его диапазоны и даже если у них нету какого-то племена плагина не смогут в новом плагине что-то пытаться похожее добиться то есть тут понимаете такой гибрид с одной стороны у вас есть знание конкретного плагина а с другой стороны у вас есть четкая уверенность что вы хотите услышать и даже если вдруг вы окажетесь на каком-то компьютере где нету например полтэк от waves но есть полтэк встроенный в лоджик то вы постараетесь добиться тех же значений именно звука как вы добились бы на waves просто возможно если сравните положение ручек они будут конечно же в разных положениях потому что вы ориентируетесь на слух а не на ручке вот это касаемо также и пресетов то есть не ориентируйтесь на пресеты пресет это просто как такой вариант он где-то подходит где-то не подходит то есть это хорошо для обучения но это не очень хорошо для уже какого-то финального продакшен для финальной работы поэтому всегда экспериментируйте и помните что самое главное это конечный результат а не то как вы его достигли то есть не то в каких положениях вас стоит эти ручки каким плагином от какого разработчика вы пользовались то есть важно именно конечно звучание и так или иначе можно в принципе похожего звучание добиться на разных плагинах просто с разными настройками ну думаю это понятно мы с вами еще обязательно потестируем различные такие же модели других классических приборов и компрессоров эквалайзеров так что оставайтесь с нами следите за новостями и смотрите следующее видео с вами был дмитрий русул всем успехов творчестве всем пока